Алло, 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 Алло Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые телезрители! Главная редакция программ для молодежи Центрального телевидения получала и продолжает получать очень много ваших заявок с просьбами дать возможность выступить еще раз тому или иному участнику нашей программы. И кроме того, массу писем с вашими вопросами, где вы спрашиваете, что стало, как сложилась судьба того или иного лауреата, того или иного победителя. И вот сегодня, в нашей сегодняшней передаче, вы многих из них услышите и, я полагаю, на многие вопросы получите ответы. А сейчас, сейчас песни, которые будут звучать с грамм-пластинки. Наша сегодняшняя программа, в нашей сегодняшней программе солисты, как и во время всесоюзного финала, выступает в сопровождении тоже ваших знакомых. Это эстрадный оркестр «Голубой экран», художественный руководитель и дирижер, композитор Борис Карамышев. Сейчас прозвучат четыре песни в исполнении наших лауреатов. Белорусская народная песня «Косил ясь конюшину» в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Зодчие», Белорусский политехнический институт. Песня Саульского на стихи Леонидова «Тополиный пух» в исполнении Аллы Савиной, представительницы Донецка. Песня Кудряшова на стихи Рябинина «Великаны». Ее будет исполнять вокальный ансамбль Одесского морского порта, ансамбль «Рифы». И песня, русская народная песня «Научить тебя, Ванюша». Эту песню вы услышите в исполнении квартета «Игоринки», представительницы города Свердловска. Косил ясь конюшину Косил ясь конюшину Поглядал на девушину А девушина жит estratégала А девушина жит estratégала А девушина жит estratégала Ты на ястья поглядала Ты, ты ясь, ты, ты — не Ты, ты ясь, ты, не Ты, ты, ясь, ты, не Спал на волше ты мне Кинуясь, как гостилить, кинуясь, как гости Кинуясь, как гости, поджал мамку простить Мила мамка моя, мила мамка моя Мила мамка моя А женишь ты, мяне, пусть все хлопцы жёнок мают Пусть все хлопцы жёнок мают И к столу идёт и варит Коб я жёночку мел, коб я жёночку мел Коб я жёночку мел, я б меня пил и меня ел Ты даришь ты Станиславу Коб вся дева на всю лаву Станиславу не хочу Полно лаву не усажу Ты даришь Таниславу Я нину Братца, не ту ю девчину Взял, взял, взял Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Спасибо. За окном рассвет дрожит, не дотронешься, За двоими побежишь, не угонишься, И до стужи ледом река не оденется. Сердце на двоих никак не разделится, Разнесет весна в топорильный путь, Словно сто с него и окажется. Если ты одна, любишь сразу двух, Значит, это не любовь, а только кажется. Не горюй, не ворожи, и, пожалуйста, Лучше маме расскажи и пожалуй сам, Что не можешь ты догнать ветра буйного, Что не можешь ты понять сердца глупого. Разнесет весна в топорильный путь, Словно сто с него и окажется. Если ты одна, любишь сразу двух, Значит, это не любовь, а только кажется. Ну и пусть глаза весной разбегаются, Сердце сразу две любви не вмещаются. Если ты и он вдвоем одно целое, Вот тогда ты можешь жить в платье белое. Разнесет весна топорильный, Словно сто с него и окажется. Если ты одна, любишь сразу двух, Значит, это не любовь, а только кажется. Словно сто с него и окажется. Словно сто с него и окажется. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Утверждают, что бывают наше время берегами Да, да, вот это да, чудеса, чудеса Вот это да, чудеса Вы нам скажете, такого не бывает Великаны только в сказках и во сне А вот он себе представьте проживает В нашей с вами замечательной стране Утверждают, что бывают наше время берегами Да, да, вот это да, чудеса, чудеса О, да, да, чудеса АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А сама-то здоровенька, а сама-то молоденька Со дружком пойду, со дружком пойду Научить ли тебя, Ванюша, научить ли тебя, Ванюша Как ко мне ходить, Как ко мне ходить Нет, вы напрасно сказали «тише», увидев, что я к вам подхожу Вы можете продолжать, я все равно не сразу с вами Со всеми буду говорить, поочередно, в порядке вашего выступления Леня, иди-ка сюда Иди-ка сюда, начнем с вопросов телезрителей Ну, в принципе, их все можно свести к одному вопросу Что с вами произошло, пожалуйста, подходите, девушки Что с вами произошло нового, интересного в вашей жизни Итак, вот, Леня, с тебя начнем Вот, пожалуйста, давай рассказывай, где ты, как ты, что ты Ну, в общем-то, новость такая переломная В моей жизни Я начал работать в филармонии, в Вильямской филармонии В ансамбле Огненемана Ну, уже был гастрольный поездки Где? Сначала, в течение месяца мы подготовили программу в республике Потом обкатывали ее у себя по Литве И потом на полтора месяца уехали на Кавказ Были в Грузии, Армении Очень лето у нас такое было Длительное получилось Но неплохое В Грузии, в Армении Все это хорошее лето Это экзотика Лето хорошее Лето хорошее Еще что у тебя нового? Что нового? Буду петь Опять впереди гастроли Очень много работы Работа, прямо скажу, такая Что буквально мировоззрение мое переменилось Потому что раньше я был совершенно другого мнения об этой работе А сейчас... Работе эстрадного артиста Да, сейчас вот первая буквально эта поездка Она многое поменяла Работать нужно очень много Очень много Репертуар нужно кропотливо искать Очень долго Но, тем не менее, все-таки в новом качестве ты себя чувствуешь как? Ну, нельзя сказать, чтобы успехи были очень большие в первой поездке Ну, надеюсь, что в будущем будет немножко лучше, удачнее Мы тоже все искренне надеемся Потому что у всех тоже, я тоже надеюсь, у всех будут какие-то успехи в будущем Так, Зочи Саша, можно еще два слова Я хочу сказать У тебя так много нового накопилось, пожалуйста Я не новый, я хочу просто передать большой привет норильским комсомольцам И поблагодарить их за тот приз, который они мне вручили Вымпел со значками А, это было в Ленинграде, да? Да, это было в Ленинграде Все понятно Зочи, что нового у студентов? Кто? Противоположно, если я не иду Мы были немножко севернее летом В Коми СССР Но... Но не в качестве профессиональных артистов? Нет, студенческая Студенческой бригадой И, в общем-то, довольны, ну, я не знаю Не меньше, наверное В всяком случае, прием был достаточно теплый А где вы были и по какому поводу, собственно, это поезд? По какому поводу? Дело в том, что мы, в общем-то, там не первый раз уже Вы все говорите загадками Севернее, там, где там? Постараюсь разнестись Значит, в Коми СССР Там работают наши студенческие отряды И в этом году, юбилейный пятый год Тысячный отряд работал там И вот, значит, наша бригада ЦК Комсомола Белоруссии В общем, ну, показывала там Ну, что мы умеем В общем, так Ну, очень... Ну, и много вы умеете Ну, в смысле, многому ли вы научились С тех пор, как мы не виделись с вами? Ну, это, наверное, нам-то трудно судить Во всяком случае, мы... Ну, так, отвернувшись от телезрителей Так, по секрету Как вы считаете для себя? Наверное, можно было больше Ну, я надеюсь, что это большее придет со временем Спасибо Так, Алла Савина следующая у нас была Какие у вас изменения? Что у вас нового, Алла? Что нового? Ну, как помнят, наверное, телезрители Да и все мои новые друзья Я работала старшим лаборантом Донецкой институте советской торговли Сейчас я работаю в техникуме-преподавателе Поэтому в жизни много нового Много интересного И, по-моему, даже у меня стало меньше времени Уходить на мои любимые песни и вообще Так, ну, а как вот ваши подопечные, ваши студенты Относятся к тому, что их преподаватель В общем, пел на всесоюзном экране Пел на весь Советский Союз По-моему, они очень рады и довольны Им бы лучше было, если я пела А не преподавала А вот, если все-таки предложат петь И только петь Нет, наверное, уже нет Я не смогу просто расстаться со своими учениками Ну, спасибо Так, одесситы следующие были, да? Вот К вам у меня совсем особое начало Вот недавно наша молодежная редакция получила такую телеграмму Одесский порт не имеет возможности командировать ансамбль Рекомендуем запись на грамм-пластинку произвести в Одессе Ну, наверное, многие, получив бы такую телеграмму Перед самым подготовкой передачи Немножко растерялись Но мы Мы, так сказать, не дрогнули И я объясню, почему Просто нам показалось, что такую телеграмму Просто это как одесский юмор, что ли, можно расценить Невозможно себе представить, что одесский морской порт Не может командировать один ансамбль Тем более такой симпатичный Поэтому нам было очень приятно с вами увидеться все-таки в Москве Это телеграм я вам дарю на память Пожалуйста Что у вас нового? Ну, у нас Произошли некоторые изменения в ансамбле А именно К нам в ансамбль пришел наш старый друг, товарищ Александр Пузис Он пришел из рядов советской Пришел из рядов советской армии Где он два года служил офицером После окончания института И вот сейчас вместе с нами Готовит новую программу Которую мы будем Скоро, значит Воспроизвести Как это? Показывать Показывать Да, на фестивале Который будет проводиться у нас в городе Одессе Саша, а как вот ваше ощущение Вот вы пришли в ансамбль Ансамбль уже вот Лауреат всесоюзного конкурса Как вы к этому отнеслись? Вы знаете, это было Не совсем Неожиданно Потому что я знал Вообще-то Силы ансамбля Они очень многое могут Может быть они не всегда Все это Хорошо Вот Ну, не знаю Всегда ли, но видимо В тот момент, когда они выступали На финале Да, они выступали Очень здорово Вот И мне лично Очень понравилось И я вообще мечтал только Вот вернуться в этот ансамбль Снова и снова петь Ну, спасибо Ну, ребята, и вам успехов Теперь, девушки Кажется, вы последние у нас пели Пожалуйста Рассказывайте Сразу после финала Мы Нам предоставили такую честь Петь на концерте Посвященном Вручению нашему Нашему городу Свердловску И области Второго ордена Ленина Затем Мы выступили на очередной передаче Получите с улыбкой Для нас это Двенадцатая передача На телевидении Солидный стаж, оказывается Да По-моему, вы скрывали от нас его, нет? Нет Мы Откровенные люди Потом Была сессия В этом Вот интересно Песни песнями А сессия такая Нет Мы не забываем об этом никогда Потом В этом году Мы Успели записать Озвучить два фильма Кукольный детский фильм Зайка Петя находит друзей И Фильм Из серии Десять минут по СССР По реке По каме Ну вот Относительно Одной из этих песен Как мы с вами и уславлились Мы ее услышим сегодня, да? И мне хотелось Мне хотелось еще добавить Что Сегодняшняя наша Последняя В сезоне передачи Это наше расставание Как бы Прощание С родными Друзьями С новыми друзьями С которыми не хочется расставаться И поэтому мы хотим От имени Сержеловчан От имени музыкальной редакции Нашей Телевидения Пригласить всех Наших новых друзей В мае 72-го года На второй Фестиваль Советской песни И вас, Саша, тоже Прямо так сразу Говорит Приеду или не приеду Ну мы все подумаем Хорошо Во всяком случае Приглашение Мы принимаем с удовольствием Спасибо Ну а теперь Снова песни Снова песни Поют Владимир Романов Представитель Новосибирска Владислав Вересников Представитель Харькова Ансамбль ЛАЛЭ Сухуми И Валентин Василевский Свердловск Споемте, друзья Ведь завтра в поход Уйдем в предрассветный туман Споем веселей Пусть нам подвоем Седой боевой капитан Прощай, любимый город Уходим завтра в море И ранней порой Бельгнется король Знакомый плодок голубой А вечер опять Хороший такой Что песен не петь нам нельзя О службе морской О дружбе большой Затянем дружнее друзья Прощай, любимый город Уходим завтра в море И ранней порой Бельгнется кормой Знакомый плодок голубой На рейде ночном Легла тишина И море окутал туман И берег родной Целует волна И тихо доносит боя Прощай, любимый город Уходим завтра в море И ранней порой Бельгнется король Бельгнется король Знакомый плодок голубой Знакомый плодок голубой Знакомый плодок голубой И ранней порой Бельгнется король Знакомый плодок голубой 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 Знакомый плодок полного Снега растаяли, весна права Я теперь все стерплю Опять по-новому звучат слова Я тебя люблю Ты судьба, и я без милости и щедрости твоей Как день без солнца и береза без ветвей Но ты без меня, очаг без огня Моя судьба, и я без милости и щедрости твоей Как день без солнца и береза без ветвей Но ты без меня, очаг без огня Моя судьба Пойду я солнышком в твое окно Снов и год жить велю И от судьбы своей бежать смешно Я тебя люблю Ты судьба, и я без милости и щедрости твоей Как день без солнца и береза без ветвей Но ты без меня, очаг без огня Моя судьба, и я без милости и щедрости твоей Моя судьба, и я без милости и щедрости твоей Моя судьба, и я без милости и щедрость твоей Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» 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 закончил свое выступление и я снова обращаюсь к вам ребята уже выступили теперь тот же вопрос вопрос телезрителей какие события в вашей жизни произошли со времени нашей последней встречи ну у квартета а элиты да понятно который помогал выступать володя романов я не спрашиваю одно событие надеюсь вы расцениваете также как я главное событие этого лета по крайней мере это поездка агитбригады да так что мы были вместе я к вам с вопросом не обращаюсь а вот володя романов что нового у вас служба в общем то идет как полагается хорошо вот такой вопрос я не знаю ну вы по-прежнему солист народного солдатского ансамбля песни и пляски вы случайно учеников у вас не появилось уже ну учеников это как говорится громко будет звучать а что предшественники мои и последние после меня будут выступать конечно есть всячески всеми силами помогаем добиться успеха этом поприще ну будем надеяться что с вашей помощью мы возможно встретимся с ребятами из вашего ансамбля еще может быть наши передать сибири очень богата талантами не сомневаюсь так слава у меня конечно произошли большие изменения после нашего финала московского летнего можно рассказать не можно конечно летом я решил попробовать свои силы поступил попробовал видно хорошо потому что стал студентом харьковского государственного института искусств вокального отделения сейчас уже студент сразу 2 курса вот как вот я честно говоря даже об этом об этом не знал меня тогда другой вопрос интересует а как же с инженерством с вашим инженерство сейчас вроде бы в жизни мне как бы произошла небольшая переоценка ценности так сказать инженерство как-то в чем велика сила искусства как говорится вот и в общем то пока меня настойчиво тянет в искусство поэтому инженерство сейчас у меня осталось как а если перестанет тянуть если перестанет тянуть нет я думаю что такого не произойдет потому что в общем то это конце концов становится целью моей жизни и конечно я не собираюсь бросать инженерную работу инженер тем более что работа у меня очень интересная ну так сказать сочетать сейчас инженерную работу с учебой в консерватории кстати я студент сейчас вечернее отделение консерватории так что это мне пока что никаких преград одно другому не мешает хорошо слава мы вам успехов на двух фронтах сразу желаем так лала какие события что нового у вас у нас грузинском институте субтропического хозяйства лето самая горячая пора так что нам временно было не до пени тем более после такого конкурса а сейчас мы снова ими опять собрались готовим новую интересную программу в основном песни грузинских композиторов и собираемся давать концерты гастролировать по нашей республике по грузии спасибо вам ребята всем а теперь я бы хотел услышать песню которую нам обещали игоринки одну из двух песен которые они записывали для фильма вот я вижу пока они готовятся у меня естественно вопрос еще к одному только что выступившему нашему лауреату валентин василевский валя телезрители многие телезрители во всяком случае в своих письмах почему-то считают что вы стали профессиональным певцом нет профессиональным певцом я не стал и видимо не собираюсь почему потому что мне осталось учиться два года в институте коллективе этот полюбил уходить мне будет оттуда очень трудно но мне бы хотелось выразить огромную благодарность всем тем кто помог мне в том что я вот сегодня нахожусь здесь я просто не нахожу слов был очень теплый прием не очень хорошо ну спасибо вам тоже успех спасибо а теперь пожалуйста это квартет игоринке Аплодисменты 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 Вереными незагораний Где стоит родная пристань Слава Богу! 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 И не чужа, и не чужа, и не чужа, и не чужа. Итак, уважаемые телезрители, перед вами вокально-инструментальный ансамбль «Ялла» песни «Ташкент». Ну что ж, ребята, вы посмотрели вот почти всю нашу передачу, вы слышали, о чем я разговаривал с участниками нашего конкурса. И к вам точно такой же вопрос. Пожалуйста, мы ждем вашего рассказа о тех новостях, о тех изменениях, которые произошли в жизни вашего ансамбля. Пожалуйста. Ну, новостей было очень много в период, если можно так сказать, нашей разлуки с вами, Саша. Но самое главное событие – это то, что мы стали теперь профессиональным коллективом. Мы теперь работаем при Узбек-концерции. Второе событие, что наш репертуар пополнился очень разнообразными песнями. Но о них пусть расскажет Женя, наш музыкальный руководитель. Ну, репертуар – это вообще очень сложное дело, и мы стараемся очень тщательно отбирать свой репертуар песни. У нас сейчас в репертуаре много национальных обработок. Постараемся сделать из старинных национальных узбекских песен интересные песни современного звучания. И когда мы выносим на зрителей такие песни, на соцзрителей, нам кажется, что нам что-то удается в этой области сделать. Ну, поем песни протеста, комсомольские песни. Встречались во время гастролей вот летом с химиками Узбекистана, выезжали по городам республики. Конечно, коллектив очень молодой, и дело в том, что он стал профессиональным, это налагает на него очень большую ответственность. Но мы стараемся, стараемся сделать все, что в наших силах. Еще я хочу добавить ту признательность нашим комсомольским органам и партийным, которые с заботой отнеслись к нам. Это там самый новый, первый, если можно сказать, в Узбекистане. Это очень трогательно, что они так с заботой относятся к нам. Такую заботу и относились, что даже песни написали специально. И посвятили мы ее комсомолю Узбекистану. Ну, скажите мне, пожалуйста, вот тогда такой вопрос. А как прошли с успехом ваши концерты, первые ваши самостоятельные концерты, концерты профессионального коллектива? Ну, как созалжение нашей первой встречи, так сказать, боевое крещение было у химиков Черчака. На первом концерте было 75% зрителей. Во второй день? 150. Было очень много зрителей. Да, народ был, нам просто было приятно. Но все эти 150% так и остались до конца концерта? По-моему, да, остались. Ну, значит, концерт прошел хорошо. Ну, а теперь, Лариса, вот, пожалуйста, теперь ваша очередь. Рассказывайте всем телезрителям, почему же вы теперь жительница Ташкент. Как дошли до этой жизни, товарищи? Хорошо, скажу. Ну, я очень привыкла к ребятам. Очень привыкла к ребятам, подружилась с ними. Зато небольшое время, время передачи «Алумыщем таланты», естественно, когда они меня пригласили работать в их коллективе, я с радостью приняла это предложение. Ансамбль молодой, мне очень нравится работать здесь. Потому что ансамбль ищущий, да. Ищущий, на мой взгляд, очень оригинальный ансамбль. Ну, работаю на профессиональной сцене, я стараюсь совмещать с учебой. Я переехала в Ташкент, перевелась в Ташкентскую консерваторию, где сейчас занимаюсь по классу фортепиано. Спасибо. А как с учебой обстоит у остальных членов ансамбля? Ну, некоторые из нас кончили институт. Некоторые надеются. Да, но остальные, остальные, кто учится, все учатся на последнем курсе института. Вот серьезно. То есть стараются его закончить. Да, стараются во всяком случае. С большими усилиями. С большими усилиями. Ну, я надеюсь, что у вас все будет и в этом смысле успешно. Да так, наверное, оно и есть. АПЛОДИСМЕНТЫ Я дам вози колорови таборами. Я дам вози колорови вечерами. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Наших победителей, наших лауреатов. И от всей души пожелать им самых-самых больших успехов и в работе, и в учебе, и в их музыкальной деятельности. Самых больших вам успехов, ребята. Не зря я произносил эти слова. Вот. Спасибо. Ну, а теперь, поскольку я как-то на границе между телезрителями и участниками конкурса, а теперь от них, от всех, разрешите вас и телезрителей поблагодарить за внимание к передаче, за вашу любовь ко всем вот этим ребятам, которые сейчас стоят на сцену. Это мы знаем о том, что вы к ним очень хорошо относитесь по вашим письмам. Большое вам от всех, ребят, спасибо. Пишите, смотрите наши передачи. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова